Службы гражданской обороны, сотрудники управления здравоохранения и линейное производственно-диспетчерское станции Петропавловска провели ежегодные совместные учения. Задача – за 4 часа устранить утечку нефтепродуктов и очистить реку и силе от вредных выбросов. На месте имитированной чрезвычайной ситуации побывала и наша съемочная группа. 15 единиц техники, около 50 специалистов. Это ежегодное учение по ликвидации аварий на трубопроводе компании «Транснефть Урал». Его длина – 226 километров, проложили еще в 1956 году. Черное золото течет из Омска через 5 районов нашей области в Уфу. Условно сегодня на магистральном нефтепродуктопроводе Уфа Петропавловск прошла разгерметизация трубопровода с выходом нефтепродукта на поверхность врусловой части. На пульт диспетчера ЛПД с Петропавловск получили сигнал. В Уфу выехала аварийная бригада, в частности, в числе 30 человек с квалифицированными инженерно-техническими работниками на объект врусловую часть реки Ишим. Провели специальные мероприятия по сбору нефтепродукта, локализовали участок, привели в нормативное состояние. Действия слажены и четкие. Каждая организация выполняет свою работу. Сначала делают забор воды. Это задача сотрудниц лаборатории Департамента охраны общественного здоровья. Нужно сделать три пробы, чтобы окончательно убедиться, что в воде нет нефтепродуктов. Тем временем в ход идет тяжелая техника линейной производственно-диспетчерской станции. Их задача за 4 часа с момента вызова, в нашем случае он поступил в 16.00, устранить утечку и очистить реку от вредных выбросов. Делается это с помощью машины АКН-10. В ней установлена специальная емкость, в которой с помощью бонов откачиваются нефтепродукты. Если случится возгорание, на помощь придут пожарные. Потушить такое пламя можно только с помощью пены. У нас периодически совместно проводятся учения по отработке действий сил и средств АОЛПД снести продукт, а также областную службу женской защиты по ликвидации данного вида ЧАЭС. Данные учения, они очень важны для того, чтобы у нас силы и средства были готовы к ликвидации. В общей сложности сегодня в учениях было задействовано порядка 20 единиц техники и 50 человек личного состава. Таких возгораний в нашем регионе никогда не происходило. Зимой, чтобы устранить подобную аварию, нужно на несколько часов больше, чем летом, говорят специалисты. Дарья Пашмынцева, Адиль Нуржанов, Новости МТРК.